А тема сегодня коллаген. И казалось бы, что мы не знаем о коллагене. Коллаген принимают все, кому не лень, все про него все знают, все уже профессора. Но я надеюсь, что мы с вами получим некое такое иное видение коллагена, потому что на самом деле коллаген, коллагену рознь, как оказалось. Ну, как, собственно говоря, и любой продукт имеет свои особенности у любого производителя. Но зачем сразу производить? На самом деле наши предки и врачи, в том числе, древние врачи, прекрасно знали, что нужно человеку после определенных состояний. Давайте вспомним, вот чтобы понять вообще, собственно говоря, для чего нам нужен коллаген, давайте вспомним, в каком случае люди употребляли бульоны и такое блюдо, как хаш или холодец. Ну, вспоминайте, да? У кого какие мысли? Делитесь. Я вам скажу свое мнение на этот счет. Так как я достаточно часто, так сказать, употребляла хаш и холодец, для меня это всегда были очень аппетитные продукты, я заметила, что хаш все народы за Кавказе, Кавказа, и не только на самом деле, употребляют тогда, когда немножечко с чем-то перебрали. Например, с алкоголем или же после каких-то длительных заболеваний. Казалось бы, да почему? Ну, почему бы нельзя, почему нельзя, да, там, скажем, есть хаш каждый день? В принципе, можно, достаточно часто его едят. Но после болезни или после того состояния, когда идет нагрузка на печень, на систему выделения, ну, хаш нужно съесть непременно. Причем хашл – это варить, долго варить. Наши предки откуда-то знали, что белок, который, собственно говоря, входит, да, в состав мяса, да, коллаген в том числе, надо расщеплять. Это достаточно долго делается. И, знаете, раньше ела красное мясо, субпродукты, а вот эти все ножки там, это все считалось как бы таким уделом бедняков. И бедняки, как правило, были здоровее на этих самых ножках, они варили из него именно свои супы и были здоровее. И когда это заметили, то и знать тоже стало есть вот этот вот густой наваристый суп, который чаще всего мы называем хаш. И, конечно, можно было бы ограничиться, на самом деле, этим хашем и вообще не заморачиваться, так скажем, производством коллагена. Но достаточно долго варить. Надо сутки вымачивать эти самые ножки, а потом еще 6 часов минимум варить. Ну, действительно сложно. Зачем варить? Ну, казалось бы, отварил, съел. Ну, что здесь за проблема? На самом деле, наши предки знали, что белок, в том числе коллаген, а он примерно 30% составляет вообще от белка всего тела, нашего вернее тела, и примерно 60-90% белка, который составляет определенные органы и системы. Ну, вообще говоря, все наши органы и системы состоят из белка, это понятно. Но соединительная ткань, основой которой является коллаген и эластин, это, по сути, 60-90% нашего тела, потому что капсулы органов, мышцы, суставы, связки, соединительная тканная оболочка сосудов. Ну, а куда от этого деваться? Мы, собственно говоря, в основном каркас свой строим именно соединительной ткани. Соединительная ткань – это коллаген и эластин. Как ни крути, коллаген больше. И получается, что если мы с вами попадаем в какую-то ситуацию, когда приходится тратить белок, я напоминаю вам, что иммунная система тоже оперирует белками для того, чтобы нас вытащить из затруднительной ситуации. Это тоже белок. Значит, белка должно быть достаточно. Мы тратим белок, когда мы, например, получаем какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта. Тратится ли белок? Да, он, по сути, является основой, соединительной тканной основой нашего кишечника. И если, например, мы говорим о дырявом кишечнике, нужен нам дополнительный белок, чтобы построить кишечную стенку? Да. Если мы говорим о том, что есть сосудистые поражения, нужен ли нам дополнительный белок, чтобы выстроить снова грамотно сосудистую стенку? Да. Поэтому любая ситуация, при которой тратится белок, вообще, говорят, требует его, ну, как сказать, появления откуда-то извне. И тут никаких чудес нет. Мы все-таки белковые существа, жизнь, как раньше давали определение, это способ существования белковых тел. Вот никуда от этого не деться. Хотим мы этого, не хотим. Может быть, мы, конечно, уже эльфы. И, в общем, нам вообще белок не нужен. Но пока не сильные эльфы, поэтому давайте все-таки как-то спустимся немножко на землю и посмотрим, из чего мы состоим. Действительно, мы состоим из огромного количества белка и тратится он тоже достаточно мощно. Особенно, когда мы болеем или, скажем, возлияния разные, да, алкогольные в частности, потому что я еще ни разу не видела, чтобы жители Кавказа и Закавказья наутро после обильных возлияний, по поводу, естественно, не ели хаш. Обязательно ели и непременно с чесноком. Потому что, опять же, наши предки знали, что нужно активировать желчный отток для того, чтобы, ну, как бы сказать, дорасщепить, да, те дипептиды, да, трипептиды, да, но это в лучшем случае. А то вообще длинные пептидные такие цепочки, которые, собственно говоря, присущи животному белку. То есть, мало того, что долго варили, мало того, что со специями, так еще и чесночку надо добавить обязательно, потому что нужно это еще дорасщепить. И на самом деле, вот это новое увлечение коллагеном с витамином С для меня, например, было бы гораздо, ну, для меня очевидно, что было бы гораздо полезнее делать его, например, с экстрактом чеснока. Чеснока. Но экстракт чеснока у нас причем-то сейчас не в части, мы не любим пахнуть, хотя вообще не понимаю, как может навредить экстракт чеснока, там, скажем, свежий чеснок, и то, в общем, пахнет от человека только тогда, когда не очень хорошие слизистые, просто рыхлые слизистые, тогда да, тогда запах есть. А когда все нормально усваивается, то и запах никакого приятного нет. Но я не производитель коллагена. Вообще, кому-нибудь посоветую, на самом деле, произвести именно с чесноком, потому что я очень доверяю мнению наших предков в этом плане. Но принято считать, что коллаген лучше усваивается с витамином С, и вот даже концепция здоровья пошла на поводу, да, у, собственно, покупателей, которые привыкли просто видеть коллаген рядом с витамином С. На самом деле, коллагену, о котором сегодня идет речь, коллагену, который производит компания «Концепция здоровья», не нужен никакой витамин С. Это уж так, уступка на рынку. Дело все в том, что действительно витамин С, ну, как бы сказать, помогает усваиваться, да, коллагену, причем помогает еще генерирует собственный коллаген, влияет на баланс эластина в дерме, потому что все-таки несколько белков участвуют в создании соединительной ткани. И витамин С, да, является оксидантом, антиоксидантом, вернее, который позволяет безопасно, да, потреблять лишний белок. Все это понятно, но если мы говорим о новых технологиях, а о «Концепции здоровья» технологии очень интересные, то мы говорим и о новых продуктах абсолютно с новыми свойствами. И вот коллаген относится как раз к такому продукту. Если вы когда-нибудь проходились по выставке, где представлены различные продукты для здоровья, вы увидите, что большими буквами будет написано там «Коллаген 9%! Как это вообще, как это мощно!» На самом деле коллаген «Концепция здоровья» 97%. Причем это не уксусный гидролиз и не обработка щелочами. Это протеолиз, то есть работа с белком наиболее грамотным образом. И это не длинные цепочки, это короткие пептиды. Пептиды, дипептиды и трипептиды в отдельных случаях, но в основном пептиды. Отчасти аминокислоты, да, отдельно. Ну, то есть измельченные до 18 тысяч дольтон. То есть максимальные частицы это 18 тысяч дольтон. Хотя в обычном коллагене, который вы можете найти на рынке, обычно не меньше 150 тысяч дольтон. Размер частицы имеют. То есть это самое мелкое, да, из того, что можно вообще себе представить. Это 97% коллаген водорастворимый. Это очень важное качество, потому что чем более водорастворим продукт, тем лучше он нами усваивается. Уж извините, мы как-то на воде основаны. Важно, что это не уксусный гидролиз. Это очень важно для моих пациентов, которые очень часто имеют синдром избыточного дрожжевого роста. Дрожжи, дрожжеподобные грибки чувствуют уксусную кислоту даже в минимальных количествах. И плохо переносят такой коллаген. Поэтому я, конечно, очень люблю коллаген именно концепции здоровья, потому что нет никаких побочных эффектов со стороны моих кандидозников. То, что это действительно насыщенный коллаген 97% говорит о том, что, собственно, его можно применять водорастворимо к тому же и детям, и при любых, собственно говоря, заболеваниях, при любых патологиях. Ну, сейчас, впрочем, 99,6% коллаген и 0,4% витамин С. То есть на 100 грамм получает 4 грамма витамин С. Аскорбиновая кислота, то есть обычная форма. Ну, сделали уступку рынку, да, я не против, тем более он лучше как-то пьется. Ну, так или иначе, витамин С этому коллагену, конечно, не сильно требуется. Ну, добавили, добавили, очень хорошо. Он имел прекрасные показатели и, собственно, до этого добавления. Но сейчас вот витамин С добавлен в микрокристаллический коллаген концепции здоровья и считается, что стал даже еще лучше. Но улучшать природное вообще на самом деле нет надобности. Как я уже сказала, это протеолиз, то есть это обработка ферментами естественными, природными. И мельчайшие частицы, которые мы получаем на выходе, они, соответственно, растворяются в воде. И нужно такого коллагена совсем немного. Дело все в том, что мы привыкли коллаген есть чуть ли не пачками. Вот посмотрели анализ крови, да, увидели, ой, общий белок у нас ниже там 65, надо скорее там, или ниже 70, ой, надо бежать скорее пить белки. Какие-то начинаются протеиновые коктейли, вообще непонятно из чего, там из сыворотки, еще иногда из казеина, из яичного белка. Начинаются какие-то реакции, пшеничный белок еще, о, нужен белок. Ну, хорошо, ребята, если нужен белок, то берите белок. Почему нужно как-то идти каким-то странным путем, пытаться встроить в животное, как бы сказать, тело, уж простите меня за такое сравнение, растительный белок. Растительный белок, конечно, можно употреблять, но все-таки тогда пусть это будет, ну, хотя бы гороховый, да, там, тыквенный, скажем, или конопляный, который бы не давал иммунных реакций. Но проще всего построить, собственно, белок из коллагена, из микрокристаллического коллагена. Тем более, что там не только коллагена, как правило, и, собственно говоря, все, что нам нужно, уже практически в готовом виде. Тем более, так хорошо обработанный, измельченный, растворенный, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но я никого, как бы, не призываю, да, там, скажем, отказываться от растительных форм белка. Тут каждый выбирает сам. Некоторые категорически не принимают животный белок. Я никого никогда не уговариваю в этом плане, потому что, на самом деле, действительно, вибрационно люди очень разные. И некоторые просто уже не переносят животный белок, ну, как бы сказать, переходят эволюционно в другую немножечко ипостась. Это тот приветствуется. Что же касается 99% населения, все-таки нам нужно как-то с вами восстанавливать белок, да, если, скажем, вы перенесли операцию, или, не дай бог, перелом, или вы просто много себя нагружаете, например, физической или умственной работой, если у вас, предположим, какие-то проблемы с кишечником, есть ли проблемы с сосудистой системой, проблемы с суставами, конечно же, со связками, я бы обратила ваше внимание вот на что. Дело все в том, что люди все разные, да, по состоянию соединительной ткани все люди разные. И, конечно же, больше всего расход белка и потребность вот в дополнительном белке у людей с так называемой слабостью соединительной ткани. Ну, наверняка вы слышали такое понятие, как диспластик, да, вот человек, у которого обстоянные вывихи, там у него гнутся пальцы там во всех направлениях, вообще, такой слабая соединительная ткань, уже миопы, кстати, с высокой степенью миопии, да, растянутый глаз, слабые соединительные ткани. Сахарный диабет первого типа, слабые соединительные ткани, вывихи, подвывихи, растяжки, слабые соединительные ткани. Это очевидные признаки людей со слабостью соединительной ткани. Им непременно, конечно же, нужен дополнительный белок и, более того, усвояемый коллаген и эластин, чтобы они могли как-то вообще выживать, да, в условиях, когда действительно идет расход белка. В нашей жизни это постоянный расход белка. Но я хочу обратить ваше внимание, что есть, это из восточной медицины, да, немножечко с вами поделюсь, есть различные органы и системы, которые проявляют себя в организме различными, опять же, симптомами. Неочевидными симптомами, потому что то, что я вам рассказала, это понятные симптомы слабой соединительной ткани. Но есть еще упоминание в восточной медицине, это уже в области эмбриологии, да, скорее мы склоняемся. Дело все в том, что у нас есть одна из систем, система и стихия земли, и она, так скажем, курирует селезенку, в восточной традиции селезенку панкреас, потому что это тоже, так сказать, та же самая система, да, то есть селезенка и панкреас объединены в восточной традиции, а панкреас это поджелудочная железа и желудок. Вот эта вот система относится к системе, к стихии земли, и она как раз заведует вот этой самой слабостью соединительной ткани. И понятно, что в эту систему входят те органы, которые я перечислила, жировая ткань, мышечная ткань. И если у человека есть ожирение, есть проблемы с поджелудочной железой, это вот как раз тоже слабость соединительной ткани. Если тонус мышц снижен, это слабость соединительной ткани, дряблость мышц, да, такие вот абсолютно мягкие мышцы, никак нельзя нарастить, нормальный мышечный каркас. Это как раз та же самая ситуация. Слизистые оболочки тоже являются своеобразными окнами этой системы. Какие слизистые? Конъюнктива, склера, да, глаза, рот, нос, естественно, десны, губы, дыхательная система, внутренние, соответственно, выстилка, да, влагалище у женщин, слизистые влагалища. И если есть какие-то язвочки во рту, стоматиты, да, какие-то неполадки, да, со слизистыми, там, скажем, конъюнктивы, с конъюнктивой, с слизистой влагалища. Если есть ломкость, проницаемость сосудов, слизистых оболочек, кровотечение из любых слизистых, например, носовые кровотечения, кровотечение, кровоточивость десен, кроме маточных кровотечений. Кровотечение желудка, мочеполовая система, да, вот когда именно там подкравливают, геморрой, синячки на теле постоянно появляются, теле ангиоэктазии, это такие, ну, как бы звездочки такие сосудистые. Кстати, инфаркты, инсульты тоже относятся к слабости, к проявлениям слабости именно этой системы. Все отеки выше пояса тоже слабость именно этой системы. Как я уже сказала, сниженный тонус мышц рук и ног, усиленный рост волос на руках и ногах. Это говорит еще о гипоксии. Множество родинок, бородавок на теле, которые могут появляться на, как раз на прохождении каналов, на области каналов селезенки по восточной традиции. Посмотрите, как проходит канал селезенки и, соответственно, поймете, да, нет ли у вас там каких-то наростов, бородавок, каких-то родимых пятен именно на этих, на, по ходу прохождения канала селезенки. И для меня, например, когда я вижу, да, вот такие симптомы, я проверяю определенную точку на голени, да, и, как правило, точка будет очень болезненна. Ну, и для меня это уже понятный, совершенно подтверждающий симптом, что есть слабая соединительная ткань. Как я начинаю с этим работать? Безусловно, конечно, мне пригодится микрокристаллический коллаген, потому что это самое простое, чем можно вообще говоря, это слабая соединительная ткань, ну, если угодно, починить, да, в кавычках. Безусловно, без коллагена мы не обойдемся, но коллаген хорошо усваивается все-таки тогда, когда есть определенные микроэлементы. И вы наверняка уже догадались, что речь идет о жидком кремнии. Если мы хотим восстановить каркас, да, усилить тонус мышц, подлечить поджелудочную, в конце концов, заняться кишечником, нам пригодится обязательно кремний, который будет позволять выстраивать эту соединительную ткань. Без кремния соединительная ткань не выстроится. Мы об этом забываем. Некоторые годами пьют коллаген, говорят, мне ничего не помогает. У меня волосы как выпадали, так и выпадают. Они ломкие, кожа сухая, тонкая, вообще все плохо. И миопию у меня растет. И что мне делать? Таковы заводы про кремний. Потому что это так же, как и коллаген, основа нашей соединительной ткани. Я всегда беру схемы. Вот для меня микрокристаллический коллаген – это прекрасное дополнение схемы. Не бойтесь слова «схемы». Здесь это в хорошем смысле звучит. Обязательно жидкий кремний, микрокристаллический коллаген и, например, пептиды для ЖКТ, для того, чтобы выстроить кишечную стенку. Практически выстроить ее заново. Жидкий кремний, микрокристаллический коллаген и купаж для суставов и позвоночника, концепция здоровья, для того, чтобы выстроить заново суставные поверхности. Жидкий кремний, микрокристаллический коллаген и для сердца и сосудов, для того, чтобы снова восстановить соединительную тканную часть сосуда. То есть, как минимум, три рабочих схемы есть у врача для того, чтобы просто решить вопрос, причем серьезный вопрос. Поэтому, пожалуйста, берите на карандаш то, что я вам сегодня говорю. И наш 97-процентный гидролизат коллагена, пожалуйста, используйте в своей практике. Но я бы хотела еще обратить ваше внимание на то, что действительно белки нашего тела, они хоть и возобновляются, естественно, со временем, но возобновляются медленно. Так вот, уже посчитано было нашими великими учеными, что кости, связки, суставы, в целом соединительная ткань возобновляются, то есть меняются полностью, достаточно медленно, примерно за 15-20 лет. Но последние исследования показали, что на 50% коллаген меняется в организме примерно лет за 10. Конечно, для того, кто хочет быть вечно молодым, ну, наверное, стоит употреблять коллаген на какой-то постоянной основе, причем его нужно немного. Коллагена, концепция здоровья, нужно немного. Это важный момент. Потому что обычного коллагена у вас составляют есть ложками, а там, ну, сколько, ну, 9% этого коллагена, это максимум. Я уже не говорю там про эту желеобразную субстанцию и так дальше. Я никогда не, так сказать, не углубляюсь в те продукты, которые я не использую. Но у меня есть свое мнение, да, на любой счет, как вы знаете. Поэтому я его высказываю тогда, когда меня спрашивают, да, вот спросили про коллаген, я свое мнение высказываю. Так вот, что касается возобновления коллагена. Действительно, лет за 10 вы можете обновить здорового коллагена. Если вы не хотите стариться, то, в общем, наверное, коллагеном вам надо будет запасаться, да, именно тем, которые можно действительно предложить своему телу. Причем я бы хотела тем, кто хочет быть вечно молодым, использовать водорастворимый коллаген концепции здоровья и в виде масок, и в виде тоника. Те косметологи, которые попробовали микрокристаллический коллаген, они в него просто влюблены. Они, конечно, неохотно делятся мне, они рассказывают, какие прекрасные результаты получают, но я прошу их поделиться, так сказать, в чатах, да, скажем, на сайте. Но они оберегают свою тайну, потому что те процедуры, за которые они берут неплохие деньги, они основывают именно на микрокристаллическом коллагене. Но, понимаете, бизнес есть бизнес, да, если они скажут, что так просто они достигают результата, то, ну, понятное дело, много уже за эту процедуру не возьмешь. Но вы должны знать, что микрокристаллический коллаген – это основа любой маски, потому что он водорастворим, потому что он очень насыщенный белок, и он измельчен до такого состояния, что проходит совершенно спокойно. Ну, 18 тысяч дольтон – это, ну, это как раз нано-версия, да, продукта. Он совершенно проходит спокойно через слои дермы и попадает туда, куда ему нужно, да, в среднюю часть, да, нашей дермы, ну, собственно, до самых нижних слоев. Поэтому, пожалуйста, используйте микрокристаллический коллаген не только внутрь, да, его можно пить, там, скажем, растворив одну чайную ложку в теплой воде, он растворяется примерно за минуту, выпили, все, забыли. Раз в день этого достаточно. Детям даже полной чайной ложки не нужно, потому что им обычно, ну, как бы сказать, столько и не надо. Да, он очень насыщенный, и, соответственно, его не надо есть ложками. Поэтому половина чайной ложки ребеночку, да, если диспластик вы видите, особенно если проблема есть уже с поджелудочной, с кишечником, пол чайной ложки хотя бы в день растворите, прекрасно он выпьет. Можете смешать с соком, пожалуйста. Что касается взрослых. Где-то с 12 лет, если особенно ребенок занимается такой серьезной физической нагрузкой, то по чайной ложке в день достаточно вполне. Если это взрослые, пожалуйста, два раза по чайной ложке, там, утро-вечер. Если же есть переломы, растяжение, если беременная девочка, да, или готовится к беременности, то можно две чайной ложки дважды в день. Пожилым, кстати, сказать, которым нужно восстанавливать белок достаточно активно, тоже можно две чайной ложки два раза в день. Но, поверьте, это не такая уж большая порция, когда вы растворите это в воде, выпьете, собственно говоря, все, вы свободны. У вас прекрасно восстанавливаются все белочки, эластин, коллаген. К тому же, вы поймите, что коллаген, это не просто белок коллаген, да, и его пептиды. Ведь любой белок, он должен распадаться, да, до аминокислот. И если вы посмотрите на пачки коллагена «Концепция здоровья», увидите там, какие аминокислоты туда входят. Основные, чего больше, да, всего в коллагене, это лейцин, изолейцин, тирозин, фенилаланин, также есть и метионин, и валин, и пралин, и аргинин, и цистин, и гултаминовая кислота. Господи, почему я гултаминовую кислоту вспомнила? Да, наверное, она там есть, раз я ее вспомнила. И гидроксилизин, вот те, кто постоянно борется с вирусами, обратите, пожалуйста, внимание на микропристаллический коллаген. Гидроксилизин очень вам поможет в удержании, так сказать, вирусов на расстоянии. Что касается дополнительных функций коллагена, безусловно, это белок красоты и здоровья, безусловно, это крепкие волосы, ногти, но очень важны для беременности, для кормления вот такие белки. Потому что, на самом деле, девочки сейчас плохо усваивают белок, и мальчики тоже. Сейчас и мальчики стали такие, ну, так скажем, с трудом наращивающие мышечную массу. Но если мальчики просто хотят нарастить мышечную массу для того, чтобы быть посолиднее, то девочкам нужно вынашивать детей. И если вы планируете беременность, если вы уже беременны, пожалуйста, обратите внимание на микропристаллический коллаген, потому что потом нам диспластиков, как бы сказать, вытаскивать сложнее гораздо. Не говоря уже о том, что у современных детей кишечник в отвратительном состоянии. Да и у вас, мои дорогие девочки, из-за того, что дрожжи, из-за того, что едим непонятно что, тоже кишечники не в лучшей форме. И самое время задуматься о кремнии и коллагене, если вы планируете беременность или уже беременны. Никаких противопоказаний для беременных, кормящих в этом плане нет. Коллаген абсолютно безопасен, абсолютно доступен, биодоступен и абсолютно спокойно выпивается, потому что ничего в нем такого неприятного нет. Сейчас посмотрю, что я вам еще забыла сказать. Ну, наверное, нужно еще вспомнить о том, что кроме чистого коллагена, да, собственно говоря, в сыре, из которого получают его достаточно большое количество кальция, магния, фосфора, калия, хондроитина, витаминов А, В, В2, В12 в основном. В витаминов Е в коллагене, который производится в концепции здоровья, есть еще достаточно большое количество линолевой кислоты, потому что это говяжий коллаген. И вы знаете, важно то, как получен этот коллаген. Коллаген, который использует... Не коллаген, вернее, а сырье, из которого получается коллаген. Коллаген, который производит концепция здоровья, получается из соединительной ткани, по сути, да, из тканей молодых телят, которые получаются из казани для продукции, да. И важно, что этот товар, этот полуфабрикат, если можно так сказать вообще про то, что вчера еще бегал, это халяль. Для меня это важный момент. Я, например, считаю, что хорошим продуктом, животным продуктом может быть только благословенный продукт. Понимаете, если мы используем для собственного, ну, так скажем, здоровья, для собственной жизни, для поддержания собственной жизни, что-то, что мы отнимаем у других, то за это нужно говорить большое спасибо. И вот если это халяльный продукт, а это именно так, то здесь, в общем-то, соблюдены, ну, некие космические законы тоже. Вот это, кажется, может быть некоторым излишним, да, зачем тут, собственно говоря, церемониться с животными, а не для того и животные. Но на самом деле все живое, все обладает осознанностью, все обладает душой, я не побоюсь этого слова, хотя и немножко другой, да, чем у человека. Может быть, даже лучший. Поэтому за все нужно благодарить, мои дорогие. И вот, что мне нравится еще в продукции концепции здоровья, что это всегда, знаете, такая продукция, которая увязана с космическими законами. Вот, не побоюсь этого слова. Хочу вот о чем вам рассказать еще. Дело все в том, что когда у нас происходит большой расход белка, мы, ну, как правило, ждем, когда он сам по себе откуда-то возьмется. Те, кто прошли, например, какие-то нутрициологические курсы, знают, что нужно пить костные бульоны. Те, кто живут, соответственно, на Кавказе, прекрасно знают, что нужно есть хаш в этот момент. Те, кто живут в средней полосе России, знают, что, например, на Новый год, когда планируются некие возлияния, нужно обязательно приготовить холодец. Почему мы готовим холодец-то? Ну, это, в общем-то, блюдо-то такое зимнее, да. Но тогда, когда мы немножечко-немножечко своим кишечником творим вообще непонятно что. Так вот, мы все это знаем на уровне, ну, так скажем, традиционных, да, каких-то установок. Но на самом деле это имеет глубокий смысл. И если вы все-таки, предположим, молоды, здоровы, никакой дисплазии у вас нет, желудочно у вас работает шикарно, никаких у вас там растяжек, ничего подобного, то, что я перечислила, вообще нет, то если у вас, предположим, было вирусное заболевание, которое затронул желудочно-кишечный тракт, или же растяжение, травма, спортивная травма, либо бытовая травма, если у вас прошел такой, ну, стрессовый какой-то эпизод, который так или иначе будет иметь последствия на желудочно-кишечный тракт, мы как-то не связываем эти вещи, да, я понервничал, но причем здесь желудочно-кишечный тракт, при том, что любой стресс убивает микрофлору примерно так же, как антибиотики. И при этом сама кишечная стенка, она практически оголяется, она очень уязвима. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, что тогда, когда вы восстанавливаете кишечную стенку, вам прежде всего понадобится именно хороший белок, в частности, коллаген. И то, что написано, да, на упаковке только коллаген, это не только коллаген, как вы понимаете, то есть это аминокислоты плюс витамины плюс жирные кислоты, то есть это не выделяется здесь, да, только-только исключительно коллаген, там и часть эластины и так дальше. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь для восстановления своих собственных соединительно-тканных оболочек именно качественным коллагеном, который, собственно говоря, для вас и создан. Что еще не сказала, ну, буду вспоминать по ходу пьесы. Так как достаточно много вопросов, поэтому такую вводную часть я уже закончу, буду отвечать на вопросы, а в одном из аккаунтов вы можете их писать, да, я к ним сейчас обращусь. Но сначала я отвечу на те вопросы, которые пришли вчера и позавчера в чат компании «Концепция здоровья». Коллаген – это структура, которая почти не всасывается, так как это макромолекулы. Важно принимать пептиды коллагена, а не сам коллаген. В коллагене от «Концепции здоровья» сам коллаген или его пептиды? Ну, мы, в общем-то, ответили на этот вопрос, безусловно, пептиды, потому что сам коллаген никому в голову не придет вообще как-то употреблять, потому что это не малореально, да, даже хаш нужно варить несколько часов. Здесь же протеолиз, собственно говоря, обеспечивает формирование пептидов, дипептидов, три пептидов – это максимум. Вообще говоря, пептиды и аминокислоты в основном в составе этого коллагена. За счет того, что малые частицы, он становится водорастворимым. Какая максимальная дозировка коллагена в день? Как я уже сказала, в день достаточно одной чайной ложки, если, скажем, это ребенок, то пол чайной ложки. Если же это пожилой человек, две чайные ложки два раза в день. То есть здесь в зависимости от состояния. Если вы диспластик, по одной чайной ложке два раза в день, да, скажем, если вы молодой человек. Если вы пожилой человек и были какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, скажем, дряблась мышца появилась, желудочно-кишечный тракт оставляет желать лучшего, да, там сосудистые проблемы. Пожалуйста, две чайные ложки, можно не полных, растворили, два раза в день выпили. Если у вас переломы, если у вас растяжение, то, пожалуйста, две чайные ложки два раза в день. Этого достаточно. Надо ли столько? Следующий вопрос. Усвоится ли? Нигде не отложится. Дело все в том, что природные формы, за что мне еще нравится концепция здоровья, что природные формы, они совершенно спокойно заходят, делают свое дело, где нужно, да, и уходят. Нигде они не откладываются и нигде они не накапливаются в том плане, что иммунных комплексов, которых я так не люблю, да, как иммундиетолог, нигде не откладывается, потому что, ну, собственно говоря, это абсолютно усвояемый продукт и создан именно так, чтобы усваиваться до конца. Есть одна, одна закавыка, да, которую я, конечно, не могу сказать, я забегу немножко вперед, потому что один из вопросов был, сейчас, вот, что может помешать коллагену концепции здоровья усваиваться, есть ли ситуации, когда его нельзя и он может навредить? Естественный вопрос и не могу на него не ответить. Дело все в том, что этот коллаген из тканей, да, телят и, то есть, говяжий, по сути, и есть ситуации, когда непереносимость белков коровьего молока, в частности, глобулинов, редкая ситуация, редкая. В основном мы как-то не дружим с сыворочными белками, альбуминым, либо с казеином, но иногда бывает, что и глобулины тоже реагируют и есть один белочек из группы глобулинов, называется он бавин. И он входит и в ткани самого животного, и в его, ну, если это корова, да, и в молочные продукты. Вот этот вот белок бавин с ним конфликтует, ну, может быть, один человек из двух-трех тысяч. Но такое бывает, что человек не переносит говяжий коллаген. Такое бывает. Обычно это хорошо видно по тесту иммуно-хеллз, но если даже вы не знаете, и вот почему-то, да, вот именно говяжий никак не заходит, ну, попробуйте микроэкристаллический коллаген в концепции здоровья, потому что он заходит всем. Но бывает, это крайне редко. Ну, прям, ну, не знаю, я такое один раз вообще встречала, когда, ну, вот, ну, не может человек. И я не настаиваю, потому что знаю, что есть подтвержденная реакция на бавин. Вот тогда, вот тогда не надо. Ну, это, повторюсь, это очень редкая ситуация. Прием только одного коллагена может помочь организму? Да, безусловно, конечно. Конечно, потому что это легко усвояемый белок, и, в общем-то, он нужен везде, в любых состояниях, когда мы не дужим, да. Вирусное ли это заболевание, либо это, скажем, инфекционное заболевание, которое касается кишечной стенки, либо же это, скажем, сосудистые какие-то проблемы, постоянно повреждается сосудистая оболочка интима, да, внутренняя оболочка, и сама, собственно, стенка, да, соединительно-тканная сосуда при многих, как бы сказать, ситуациях, например, при гиперчувствительности к каким-то белкам, когда этот белок лизируется уже в крови, то много факторов, которые повреждают наш собственный белок. В конце концов, старение – это тоже, в общем-то, процесс повреждения белка, и никуда от этого не деться. Те же суставные проблемы, ну, естественно, только коллаген уже поможет, потому что люди замечают, что суставы становятся более подвижными, уже нет болевого синдрома, и, конечно же, я его использую очень широко при, не только при дегенеративных изменениях в суставах, но и при воспалительных. Тот же ревматоидный артрит я всегда использую на крокристаллические коллагены, всегда использую. Кремний, конечно, не забывайте про кремний, пожалуйста. И даю еще и для суставов позвоночника, это же, как минимум. Так, значит, продолжение этого вопроса. Что и через какое время может почувствовать человек? Ну, прежде всего, конечно, женщина, да, чувствительная к приему коллагена, улучшается качество кожи, улучшается качество волос, они становятся более плотными, да, и парикмахер может иногда это отметить, что у вас волосы стали как-то гуще, да, и плотнее, да, потому что волосы стончаются с возрастом, и чего уж тут греха таить, да, выпадают волосы, особенно, когда вы проходите детоксы, и когда, вот, например, ко мне приходят на бездрожжевой марафон люди, то девочке, конечно же, детокс происходит, то есть токсины выходят в волосы так же просто, как и через кожу и через желудочно-кишечные тракты, через мочеполовой систему, они накапливаются и удаляются из организма, сыпятся волосы, чем спасаемся, конечно, коллаген, конечно, коллаген, я, конечно, добавляю кремния, но даже если просто будут принимать коллаген, уже будет проще, это то, что заметно, конечно же, заметно, когда подтягивается тело, да, когда, вот, например, человек быстро худеет и повисают ткани, даже прием только одного коллагена тоже решит вопрос, но, опять же, я вас очень прошу, добавьте еще и кремния. Через какое время может почувствовать эффект? Микрокристаллический коллаген концепции здоровья достаточно быстро дает эффект, за месяц уже все чувствуют его, но, так как продукция в основном имеет именно вау-эффект, то через 2 недели уже можете почувствовать, особенно, вот, если девочки занимаются своим красотой, здоровьем, если вы еще дополнительно будете делать такие, ну, как бы, сделайте тоник из водорастворимого коллагена, не держите его долго, да, просто сделали, умылись, наложили сверху крем, там, если вы хотите, либо просто умылись вот таким жидким коллагеном, хотя бы несколько раз в день делайте такие аппликации, ну, вы увидите сразу эффект, за неделю вы уже прямо увидите, просто лениво, конечно, иногда этим заниматься, но, поверьте мне, того стоит. Так, может ли производитель обогатить коллаген или выпускать отдельно гиалуроновую кислоту хондроэтин? Ну, я думаю, что концепция здоровья может выпускать все, просто смысл. Ведь, понимаете, природа, она никогда не делает ничего по отдельности, она всегда соединяет в какую-то наиболее логичную формулу. И если вы хотите, скажем, заняться своей внешностью, да, и нужна именно гиалуроновая кислота, но, в конце концов, таких форм достаточно много, обогащать хорошую природную форму, я не вижу, честно говоря, смысла, ну, это вопрос, наверное, производитель. С какой периодичностью надо принимать коллаген концепции здоровья для поддержания здоровья суставов 60 лет? Ну, моя возрастная группа. Я пью коллаген и рекомендую, да, вот в таком возрасте пить коллаген курсами. Тогда, когда, ну, скажем, переболели тем же вирусом, да, вот я после вирусов, после детоксов я обязательно принимаю коллаген. Вот сейчас у меня после детокса, да, я вот сейчас принимаю коллаген и принимаю по одной чайной ложке раз в день, это поддерживающая доза. То есть, если вы будете на постоянной основе хотя бы по чайной ложке принимать, то уже хорошо. Но это уже курс, да, когда я его уже веду, да, и своим пациентам также советую. Но если вы чувствуете, что еще пока суставы не в идеальном состоянии, то две чайные ложки два раза в день. А дальше переходите где-то месяц-полтора, вот так попринимали, переходите на одну чайную ложку в день с утра, предположим, я вот утром пью и забываю. Так же, как и кремний. Кремний выпила, коллаген выпила, все. При переломе руки 55 лет нужно ли увеличивать дозу коллагена или дополнить другими препаратами? Ну, то, что дополнить кремнием, это понятно. Функциональный комплекс с меланином я бы вот очень вам советовал, плюс еще к коллагену и, конечно, для суставов позвоночника обязательно нужно взять. Что же касается дозы, ну, вы вес не пишете, пишите только возраст. Я бы дала, конечно, по две чайные ложки два раза в день. Может быть, первые две недели, может быть, добавила бы еще ложечку. Может быть, добавила бы еще ложечку. Но здесь, посмотрите, какое пищеварение. Все-таки не зря хаш варит с чесноком. То есть здесь важен выброс желчи. Поэтому добавьте еще черный тмин и жидкие специи. Вот для меня, например, нет лучшего средства возобновить отток желчи нормальный. Как смешать жидкие специи 10 капель, 10 капель черного тмин. И, в общем-то, этого будет достаточно вполне. Ничего дополнительного принимать не надо. Впрочем, при переломах все-таки в возрасте я бы добавила вам порошок из яичной скролопы. Конечно же. Хорошо. На эти вопросы мы с вами ответили. И вот в одном из чатов я могу... Галлаген разводим горячей, холодной водой. Я развожу теплой водой. Он быстрее. Но если вам приятнее пить холодную, пожалуйста. Он прекрасно растворяется в холодной. Просто чуть дольше, там на несколько секунд. В тониках и маске концепция здоровья коллагена уже есть? Нет. Нет. Коллагена нет. Мы, честно говоря, увидели такой эффект уже после того, как начали применять коллагены. Маски уже были готовы и тоники тоже. Что же касается косметической линии. Конечно, если будем делать косметическую линию с концепцией здоровья. Я-то, конечно, как девочка. Мне хочется чего-нибудь такого. Пока не делали. Но если будем делать какие-то кремы, то микрокристаллический коллаген туда точно войдет. Потому что эффект от него потрясающий. Так, 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 так. Смотрю, нет ли здесь ранних вопросов. Ну, давайте, задавайте вопросы тогда здесь. Потому что в телеграм-канале вопросы были высланы в чат. Перед нашими эфирами пишите в чат концепции здоровья вопросы. Если общий белок 75-80, тогда коллаген не нужен. Дело все в том, что общий белок нашего организма состоит из альбуминов, фибромоногена, альфа-1, альфа-2, глобулинов, бета- и гамма-глобулинов. И, собственно, как бы сказать, это уже переработанные белки. Это уже наши человеческие белки. Если у вас хороший уровень белка, раз, у вас нет тех симптомов, про которые я говорила. Вы вообще не диспластика. Поджелудочная работает прекрасно. И тонус мышц в идеальном состоянии. Густые шикарные волосы. Молодая кожа. Вам зачем коллаген? Он у вас в достаточном количестве. Начнут появляться симптомы. Будете принимать. А если вы молодой, красивый, цветущий организм, дополнительного коллагена вам явно не нужно. Вы можете для профилактики принимать по пол чайной ложки, как ребенок, например. Пожалуйста. Просто будете дольше оставаться молодым и здоровым. Вот и все. А так, в общем, я не вижу особых показаний. Ребенку 9 лет. Можно давать коллаген после перелома руки? Нужно. Плюс кремний. Не забудьте про кремний. Пожалуйста. Потому что коллаген и кремний – это вот два близнеца брата. В этом уже кремний. Мы очень сейчас в плохом состоянии по кремнию. В очень плохом, поверьте. Поэтому, пожалуйста, кремний – это еще информационный материал. Мы, в общем, такие кремниевые структуры. Мы же тоже биокомпьютеры. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы хорошо соображать, для того, чтобы работала вообще все системы, то жидкий крем – это прямо обязательно. Ну, хорошо. В принципе, вопросов больше я не вижу. Мы с вами сегодня как-то даже быстро так отстрелялись, что называется. Я надеюсь, что сегодняшнее сообщение было вам полезно. Пожалуйста, проверьте себя на ту симптоматику, которая говорит о слабости санитной ткани. Если вы миоп, да, если выпадают волосы, если подвывихи-вывихи, если постоянно разговор идет о том, что опущение органов, они сделают ли операцию пожилой женщине, да, или мужчине. Если вы с ожирением, если вы постоянно худеете, обвисает кожа, если тонус мышц составляет желать лучшего, вы занимаетесь физической нагрузкой достаточно мощной, если вы растущий организм, ребенок или беременная, кормящая девочка, то будьте любезны, да. Если вы восстанавливаете желудочно-кишечный тракт, только что прошли детокс, вам обязательно нужен коллаген. И самый лучший выбор, на мой взгляд, конечно, это коллаген концепции здоровья. И есть еще вопрос, я его, конечно же, не пропущу. Не совсем по эфиру, черные тмины, специи на постоянной основе могут понизить тромбоциты? Понизить тромбоциты теоретически по формуле крови могут. Теоретически могут, да. Поэтому, если, скажем, есть тромбоцитопения уже, ну, тогда надо разобраться с ее причинами и, собственно, ну, как-то решить вопрос, да, с причиной возникновения тромбоцитопении, если она уже была. Если же до приема, скажем, жидких специй и черного тмина все было нормально с тромбоцитами, а потом незначительное снижение количества тромбоцитов, то, да, могут подействовать. Мы на реологию крови и на формулу крови влияем. Ну, скорее в хорошем смысле, да, но если есть тромбоцитопения, то, конечно, надо присмотреться, прислушаться. Воспалены связки и сухожилия пальцев рук. С чего начинать? Нужно ли сдать анализ МНХЛС в какой лаборатории? Сдается не в лаборатории, сдается в клинике-партнере. Пожалуйста, на сайте МНХЛС можно найти клинику-партнера, которая вам близка. Да, и дальше однозначно на фоне алюминационной диеты проходите бездрочевый протокол, мои дорогие. А дальше уже жидкий кремний, микропристаллический коллаген для суставов позвоночника принимаете курсом не меньше трех месяцев. Но это уже тогда, когда вы еще очищаетесь. Коллаген вы можете начать пить сейчас, как и жидкий кремний. А вот для суставов позвоночника чуть позже присоедините. Было 145, стало 134. Сделайте перерыв, посмотрите в динамике. Потому что, на самом деле, не критичные цифры, но посмотрите в динамике, посмотрите через месяц. На месяц сделайте перерыв, посмотрите через месяц. Всем спасибо тоже. Вам спасибо за внимание. И пишите, пожалуйста, вопросы поживее. И, в принципе, мы можем разбирать, ведь тот продукт, который вас больше всего интересует, так как я могу получать информацию только из одного аккаунта. Кстати, напишите, какой продукт из концепции здоровья вы хотели бы разобрать в следующую среду. И я прислушиваюсь к вам. Ну, или выберу продукт какой-то сама. Мне, например, очень хотелось бы рассказать вам о женском здоровье, о купаже женское здоровье. Потому что совсем недавно я получила от своих пациентов обратную связь, очень хорошую, именно по купажу женское здоровье. Вот сегодня думала вам, собственно говоря, предложить в следующую среду разобрать именно этот купаж. Надеюсь, что так и будет. Ничто нам не помешает. Связь будет в идеальной. И мы с вами встретимся снова. До свидания, мои дорогие.